Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Вера и знания». Читает лекцию доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Огородный. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи, с кем не успел еще поздороваться. Вот, тема, я за нее взялся не без содрогания, готовился тоже. Я вам скажу, что вот для философа, а такую тему должен читать вообще философ, нейролингвист, как у нас тут есть некоторые, да, читает философские какие-то лекции. Не филолог, не психолог даже, хотя вроде к психологу это тоже имеет отношение, а именно философ. Но для философа, уж вы мне поверьте, поскольку я 50 лет, 51 год преподаю философию, одна из сложнейших тем в раскрытии. Растолковать моим слушателям, что такое трансмонентальное единство перцепции Канта, я могу за 10 минут. А вот вера и знания, хотя простые слова, да, но это очень сложная тема, очень сложная тема. И тема, которая, вот прежде всего, как старик Аристотель нас учил всех, но не все у него учились, сообщественно, да, но я все-таки так с большим уважением отношусь к этому великому человеку. Вот, он учил прежде чем о чем-то говорить, определите слова, да, что вы понимаете под этими словами. Потому что в противном случае беседа становится беспредметной. Да, что такое вера, да, что такое знание, да, как они связаны. Если один будет под верой понимать только религиозную веру, а другой будет под верой понимать, вот, веришь, не веришь, доверие, да, уверенность. Много однокоренных слов, и там накрутить можно содержание колоссальное, да. Но вот надо, чтобы содержание понятия было достаточно четко, да, определено прежде всего. А потом уже отталкиваясь от этого, можно как-то выходить на и проблему. То, что это проблема, мне всякого сомнения. И эта тема, конечно, являлась одной из центральных тем для философов всех временов и всех народов. И сейчас является, конечно, одной из важнейших тем. Ну и, как вы понимаете, это не только для, так, теоретизирующих философов тема. Тема и для практики чрезвычайно актуальна всегда. 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 И для сегодняшней нашей жизни непростой, да, в осмыслении ее, тоже, конечно, эта тема является, наверное, тоже одной из таких ключевых. Так вот, что такое вера, да. Я не буду вас мучить отрывками из философов всех времен и народов, да. Но есть некоторое синтезированное представление о вере, да и о знании тоже. Но я вам скажу, что тут синтезы тоже очень различные. То есть, вот один синтез, а вот другой синтез. Вот одно понимание мира, вот другое понимание. От чего зависит трактовка? Зависит, особенно вот этих понятий, зависит, конечно, от мировоззренческой, прямо скажу, философской установки. Даже если это не философ. Мировоззренческая установка. Если вы в большей степени идеалист, субъективный, то вы веру будете трактовать как исключительно субъективное чувство. То, что это с чувством связано, это все согласны во всех трактовках, да, чувство. Да, что это относится к сфере эмоций, в то время как знания к сфере расы, да, относятся. И поэтому их вот трудно объединять, ну и разрывать их не следует разрывать. Безусловно, они связаны. Некоторые авторы пишут, что вера и знания – это вообще единство противоположного. Но тут надо исходить из понимания, что такое противоположности диалектические. Потому что в данном случае именно единство противоположных. Противоположность – это стороны единого целого. Классическое такое определение, исходящее от Гегеля еще даже. Вот, не от Гераклита, а именно от Гегеля. Гегель уже оставил тройную противоположность. Стороны единого целого, которые в одно и то же время и в одном и том же отношении взаимополагают друг друга. То есть, не существуют друг без друга. И взаимоотрицают друг друга. То есть, не совпадают ни в чем. Подходит ли вера и знания вот к этому определению? Вот задумаемся, да. Об одном и том же, да, в одном и том же отношении. Надо вот отношения-то тоже, конечно, фиксировать. Вот, ну, скажем так, если мы имеем в виду не просто веру, а конкретную веру, религиозную веру в Бога. Неважно в какого. Кто верит в Магомедах, то в Аллаха, то в Иисуса. Пел товарищ Высоцкий, хорошо. Ну, и потом присоединился к индусам. Все-таки хорошие люди придумали индусы, да. Так вот, это все религиозная вера, да. В сфере эмоций она, конечно, это чувство, да. Вера – это чувство. Поэтому у нас появилась статья по поводу оскорбления чувства верующих. Но есть чувство и не только у верующих, у неверующих и открытых и теистов тоже есть чувство. Не надо полагать так, что неверующие, они бесчувственные вообще существа. И аморальные еще, знаете, вот очень много в проповеди таких религиозных говорят, что неверия – это аморально вообще. А вера – основа нравственности. И поэтому верующий человек, он не допустит ничего, что противодействует, ну, у нас очень любит и в нашем Отечестве, да и за рубежом, и сейчас ссылаться на некие такие ценности вечные. И к этим вечным непополебимым ценностям, как правило, у нас в Европе, конечно, прежде всего. Но если поскорести там индусов, то тоже найдешь связь с этими же ценностями. Относит то, что было написано на двух скрижалях, веющейся Моисею, да, и его спутником на горе. Сейчас туристов туда водят, ну, правда, скрижалей-то давно нет, но тем не менее водят. Говорят, что хорошо посетить. Некоторые с верой опять идут, что их там это озарит. Ну, так вот, что там за ценности? Ну, вы знаете, эти 10 заповедей знаменитых, да? Не убей, значит, вот главная ценность – это человеческая жизнь, прежде всего. Не украть, не прелюбодействуй, не выжелай. Ну, не буду я вам тут это все повторять. Наверное, и знают в основном-то, да. Правда, я заметил, даже глубоко верующие люди, все 10 заповедей не могут сказать, да. Вот. Ну, дело не в этом. А вот, когда начинаешь рассматривать конкретное, ну, вот, что может быть ценнее человеческой жизни, да? Вот ориентация на это. Значит, сохранить. Человек не убей. И, казалось бы, все, вот мы нашли неколебимое. Но я уже говорил об этом. Вот вера в то, что вот эта ценность, вот эта и все остальные, еще 9 заповедей, они непререкаемые ценности, на них, они и есть оплот веры. Да? И то, к чему у нас же стремиться и совершенствовать себя. Ну, начнем с того, что даже те, кто являются очень ортодоксальными верующими, неважно, какой религии, какой конфессии, вот тут интересно было по интернету, сейчас у нас море такое, там утонуть можно. Вот тут я как-то поймал интересный разговор некого нынешнего, ну, к сожалению, извините, вот сейчас не могу вспомнить фамилию этого, ксенза католического и английского, даже не философа, а просто представителя науки, кстати, физики. Опять не могу вспомнить, извините, фамилию, хотя вот это документально вроде, но вот у них такой проходной беседы вроде, да, это ксенз как раз и говорит, вот вы атеист, да, атеист это основа всякого муравизма, атеист он потенциальный преступник, а религиозный человек, он всегда будет праведником, истинно верующий. Вот, на что ему вот этот физик-то и говорит, слушайте, говорит, а вот вы знаете, что Адольф Гитлер был очень верующим человеком, католиком, или вы этого не знали, так я вам сообщил. Ну, ксенз оказался в таком щекотливом положении, не знал, чем парировать такой вариант, ну, бывают исключения, как правило, но исключений слишком много для того, чтобы что-то принять правилом, да, вот, а это только исключения, нет. Но, однако, вот я вернусь к этому, к неубий и ценности человеческой жизни. Но ведь, вот, знаете, вот мы живем так коротко, коротко живем, ну, вот мы уже 79 лет тут живем, да, на этом свете. Видите, вроде сказать, что коротко грех, да, с точки зрения верующего, гневить Бога, вот. А с другой стороны, не так много, вот, когда вот уже достигаешь этого возраста, когда смотришь на это там, когда тебе 30, и смотришь, и здесь, кошмар какой, и он еще жив, да, это вообще. А когда вот достигаешь, немного, я почему говорю, действительно немного. Так вот, почему я вспомнил о краткости жизни? Мы не успеваем овладеть, вы знаете, вот, как Владимир Ильич так говорил, коммунистом можно стать, но это, конечно, был лозунг такой. Лишь тогда, когда богатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Значит, коммунистом невозможно стать, потому что, вот, опять знание, да, или верить в то, что вот. Есть такое знание, да, приходится иногда, да, верить и доверять. Но я к чему? Короткая жизнь не успеваем. А вот уже Сократ, известное имя, да, учитель Платона, он уже вот эту, до еще формулировки этих десяти заповедей, он в беседе со своим, мне нравится очень диалог, это Платон, кстати, описал этот разговор, я об этом уже несколько раз говорил, но тут уместно напомнить, как раз по поводу ценности человеческой жизни, он в беседе со своим соотечественником, он сказал, что вот спросил соотечественника, что вот ты можешь назвать такое действие, которое всякий признает, неважно Перс или Дрек, признает действием благим, а другое действие признает злом, ну, этот, говорит, ну, что ты, взрослый человек Сократ, уже седой и такие вопросы задаешь, конечно, есть, ну, скажем, вот, в жизни человека, ну, сразу, что первое, вот это самая главная ценность, значит, действие, направленное на сохранение жизни, не своей, любимой, а вот чужого, другого человека, не чужого, а другого человека, да, вот, это всегда добро, а напротив убийство, самое большое зло, ну, Сократ притворно соглашается, я это уже повторял, эту аудиторию, но это уместно вспомнить, и говорит ему, слушай, ты, ну, ты меня убедил, спасибо, а вот, я извини, в начале-то нашей встречи не выразил те соболезнования, вот, в результате набегов персов на Амфины, у тебя есть жену убили, он говорит, да, Сократ, убили, ну, как же это произошло, да, вот, я, ты же знаешь, мой дом находится рядом с городскими воротами, персы ворвались, вырезали стражу, и первый дом туда ворвались, а ты-то где был, да, я у соседа был, немножко философский, вот, ну, и что, ну, убегает мой раб, раб не, из персов рабов не брали, нельзя, вот, раб и говорит, хозяин, в доме резня идёт, перс на паре, мы хватаемся с моим собутыльником, да, за мечи и убегаем в дом, я вижу страшную картину, моя жена зарубленная лежит в луже крови, а перс заносит меч над головой моего сына, Сократ говорит, ужасно, ну, и что ты сделал с этим персом, да, разрубил его в мелкие куски, Сократ говорит, послушай, а вот то, что ты убил этого перса, ты добро сделал, собеседник говорит, а что, издеваешься, что ли, Сократ, конечно, добро, я жалею, что раньше этого не сделал, жену бы мог пасть, ну, ты же говорил, убить человека всегда зло, вот Сократ, две с половиной тысячи лет назад показал, что нет этих общихеловеческих, вечных, абстрактных, вне конкретной ситуации ценностей. На войне убить противника добро, чем больше убьёшь, тем лучше, а в мирной жизни убить и не противника, а соседа в квартире или даже собственного мужа или жену, что у нас, к сожалению, не так редко происходит, да, это, конечно, зло и преступление. Значит, вот, зависит от конкретной ситуации, всё конкретно. Это вот есть в философии принцип относительности конкретного. Вот относительность конкретного. Добро и зло – одно и то же деяние, даже этот самый перс, да, ведь когда он убивал жену, он не считал, что он злодеяние, да, он бы не стал её убивать, да, жену этого несчастного грека. А когда его стали убивать, наверное, он счёл, что это злодеяние, да, это ему зло делают, да. И его жена, когда узнала, что его убили, посчитала, что это зло. То же самое, да, действие, но с разных сторон конкретно. Вот, так что, и что бы мы ни зло, что бы мы ни украдили, а украсть схему расположения воинских частей у противника – это великое дело, это героинство, можно так сказать, да. Вот, так что вот этот момент. А почему я говорю? Потому что если вера имеет основанием религиозно, вот некие какие-то нравственные, святые, вечные, как кажется, постулаты, то они сами по себе могут быть подвергнуты сомнению в их вечности и абстрактности всегда и всюду. Сами по себе могут. С другой стороны, под верой ведь мы не всегда понимаем религиозную веру. Вера – это, вот есть одно из определений, я говорил, множество определений, одно из определений, с которым почти все согласны многочисленные авторы. Я перед встречей с вами, честно вам скажу, там пересмотрел, хотя много уже у меня было материала, пересмотрел много. Вера, вот если так синтез такой, легкий произвести, различных вариантов формулировки, это принятие некого положения как истинного. Принятие некого положения как истинного. И ориентация на него как на истину. А истинное оно или нет, неизвестно. И вот тут истина, истина-то к вере не относится. А вот вера, принятие некоторого положения как истина. Истина относится к знанию. И вот тут-то мы начинаем ставить под сомнение то, что знание и вера вообще единство противоположного. Если говорить с позиции строгой диалектики, то вера имеет противоположность не знания, а неверие. Только в то же самое. Скажем, вот ты веришь в Аллаха, а я не верю в Аллаха. Вот твоя вера, я сейчас работаю с такими слушателями, которые верят в Аллаха. Молодые ребята. Ну, неважно, не буду раскрывать тайны. Значит, а мое неверие воспринимается так. Да, даже легкое такое. Негативно, конечно. Это вредит мне как преподавателю. То есть, я камуфлирую. Сейчас я понимаю, я так. Ну, обхожу острый угол там. Ну, ладно. Верьте. Каждый имеет право. Истина имеет право. Значит, вера не вере, а знание не знание. Противоположность. Того же самого. Ты вот это знаешь, ты не знаешь. И то, что вера и знание не являются противоположностями, еще один момент. Знание, даже очень глубокие знания, отнюдь не могут упразднить в этом человеке веру. Даже религиозную. Не предполагает отсутствие веры. Знаете, вот некоторые авторы пишут, знание и вера – это противоположности. Значит, чем больше веры, тем меньше знания. И наоборот, чем больше знания, тем лучше веры. Но вот лица, которые некие религиозные, все-таки такие пустулаты пытаются утвердить, как истинные, а они ссылаются на такие примеры, когда выдающиеся ученые были верующими людьми. В частности, наш академик Павлов, да, действительно был верующий человек. Академик Вернадский, тоже известный человек, тоже не был атеистом. Он не был таким верующим, как Павлов, но атеистом он был. Ну, это разве не свидетельство того, что он склонен. Так вот, его-то знание, и знание их относится к этой области, а вера – к другой области. Хотя, может, то же самое, только в совершенно другом ракурсе рассмотрено. Той же самой области. Поэтому тут можно веру и знание, как говорится, не сталкивать, а легко развести. Вы знаете, вот эта проблема, что истинный, такой абсолютный истинный обо всем никто не владеет и никто не будет владеть, это является основанием такого агностицизма, отрицания возможности еще познать. И основанием, ну, утверждение, святое место пустого не бывает, а очистили пустое место, а мы ничего не знаем. Значит, мы должны просто верить. Знаменитый, вот, Борький, кстати, был, вы знаете, человек из народа, и, конечно, как человек из народа, из русского народа, он был изначально в детстве глубоко верующим. Я это хорошо понимаю, потому что я сам был глубоко верующим, крещённый православный, в семье вот здесь, в Ленинградской. Я был воспитан своими бабушками, вот, в основном мама там вкалывалась за троих буквально, да, брала сверхурочные и прочее. Ну, и мама тоже была верующей человеком. Мне не в кого было быть атеистом по рождению, ну, не в кого, понимаете. Я до сих пор и молитвы хорошо знаю. Я прошёл тяжёлый путь. От веры к неверию. Это тяжёлый путь, я вам скажу. Вот. Хотя мне помогло то, что вокруг, я-то рос, где, в какой среде, в советской, конечно, вера религиозная отнюдь не поощрялась, мягко говоря. Я на физкультуре стал делать наклоны вперёд. У меня крестик был тут под футболкой. Крестик вывалился, бряк упал. У меня на совет дружины. Одно из двух. Либо ты галстук носишь красный, не этот, да, вот. Либо ты крестик носишь, одновременно ты носишь крестик и галстук сверху надеваешь. Голубчик, выбирай, милый дружок, какого-нибудь один кружок из этих двух. Это несовместимо. И, в общем, это правильно. Правильно, подход-то правильный. Но я крестик перестал носить, потому что я как-то так пионерской организации вполне доверял. Тоже доверял. То есть, видите, вера. Вот нам всегда не хватает знания, да, где-то в области. Там вот я специалист по философским проблемам естествознания. Сейчас пишу такую критическую статью по современным проблемам квантов и механикам. Являюсь я специалистом в квантов и механике. Ничуть. Я даже не дилетант. Хуже всякого дилетанта. Хорошо, у меня друг доктор физмат-наук меня консультирует. А так без него вообще я не знаю, что бы я такое написал. Взялся же все за это. Ну вот приходится и даже специалисту в области той же квантовой механики. Вот тут знаешь, а тут непонятно. Тут неопределенность. Тут квантовая запутанность. И вот выдающий сейчас специалист в области квантовой механики, лауреат Ногерской премии Вернер Гейзенберг, и вместе со своим сотоварищем, и тоже лауреатом Ногерской премии, и тоже соавтором вообще концепции квантовой механики, Шрёдингером, они пишут о том, что может быть мгновенное взаимодействие между элементарными частицами на колоссальном расстоянии в сотни миллионов световых лет. Мгновенное, сотни миллионов и сотых лет. Я говорю, ребята, в статье. Ну я, конечно, не пишу, ребята, это как-то так не по-научному будет. Ну что-то вы, вот они в это верят. Они этого не знают. Они это логически доказали. Математически. Они пишут формулы. Я вот при помощи своего друга, доктора физмат-наук, разбираюсь там, я говорю, ну ничего, тяжело я, не владею так. Я высшую математику вздавал в двух учебных заведениях высших, и успешно, но с тех пор прошло я ничего. Я знак интеграла от дифференциала отличаю, и дальше уже все. А дальше, вот. И вот, понимаете, а математически они доказывают это, и тут они столкнулись с тем, что они верят в математику, в логику, как вот инструмент, который дает им истину. Вера рядом с знанием. И вот, понимаете, вера, не религиозная, конечно, вера, но вот тоже такая вера, да, дает им истину. А на самом деле получается заблуждение. А вот как, вот вы опровергните логически, а не надо логически опровергать. Вот, логичность и истинность – это не одно и то же. Не одно и то же. То, что логично, не всегда истина. Я привожу всегда вот моим слушателям, всем, которым я 50 лет уже читаю, да, философии, историю философии и науки, пример такой классический. Вот концепция геоцентрическая – Птолемея. У Птолемея Земля в центре, вокруг, планеты и Солнце вращаются, и звезды там по большим орбитам. А у Коперника, как вы знаете, в центре все-таки Солнце, да. И он боялся это опубликовать при жизни. Он опубликовал это при жизни его друзья, но он уже был при смерти в этот момент. Он сказал, публикуйте, все равно, умираю, публикуйте. Я хоть увижу верстку там первую печатную, там тогда уже печатный станок работал. Так вот, понимаете, интересный какой момент. И то, и другое, и та, и другая концепция внутренне логична. Чего там только Птолемей не изобрел. Всякие эпициклы я сейчас не буду, а то я не успею уложиться во времени. Чтобы вот эта логичность выстроить, чтобы все сочеталось, что странное движение светил, да, как тогда говорили, да, ну, все светило, и планета светила, и звезды светила. Странное движение, там, Венера по небосклону, вот она идет, идет. Я, кстати, сам в этом убедился. Когда я узнал, я специально несколько ночей наблюдал там. Вот, со зрением было хорошо, да еще биноклем вооружился. Вот Венера идет, 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 вот так, да, вроде как вокруг Земли идет. Вот идет, идет, а потом она раз, Венера и повернула. Солнце тоже такие штучки делает. Повернула, и потом вывернулась опять посла. Никак Птолемей не мог это объяснить. А он серьезный ученый был. Не просто там какой-то там, да, фанат какой-то веры, да. Нет, он серьезный ученый, он из фактов. Вот факты. Как их интерпретировать этим фактом? Ну, он сказал, что Венера, это как и другие светила, они, и как и Солнце, они не прямо вокруг Земли обращаются, они вокруг некого центра невидимого вращаются. А этот центр вокруг второго центра, а второй только центр, это два эпицикла, так называемых, вокруг Земли. Поэтому там получаются очень интересные зигзаги. Там, если подобрать радиус обращения, ну, это я не хотел, а все-таки начал. Так вот, короче говоря, понимаете, логичность есть, математическая строгость есть внутри концепции, а истина-то нет, у Птолемея нет истины. Хотя у нас, после того, как у нас реформы образования прошли, и в России тут выяснилось, тут несколько тысяч опрошенных там заявили, что, конечно, Солнце обращается вокруг Земли. Ну, ясное дело, ну, посмотрите, да, вот, они это знают? Нет, они не знают. Вот тут знание и вера. Как? А если не знание, но подсказывает какое-то ложное знание? Ведь знание всегда знание истины. Ложное знание не есть вовсе знание, да? Вот, так же, кстати, система Птолемея сейчас уже, ну, никак не может играть. А вот что? Тут возникает вопрос о критериях истины. И тут то, во что Горас, ну, все-таки дилектический материализм утвердил. И большинство ученых, даже далеких, кстати, вот упомянутые мною Гейзенбрек и Шридингер, они принимают эту концепцию, истина, критерий истины является практика. На практике, да, вот мы доказываем, они что доказывают на практике? То, что если наблюдать за потоком электронов или фотонов, которые проходят через две щели, знаменитый классический эксперимент в Пластине, то, значит, этот поток превращается, после прохода щелей, становится потоком частиц на пластине, на фотопластине, на экране, он становится потоком частиц. А если не наблюдать, то этот поток дает на экране картину размытую, вот это уже волна, каждая частица уже ведет себя как волна. Вот знаменитый пропускулярно-волновой дуализм. И принцип наблюдаемости. Наблюдаешь, а что это частица-то, знаешь, что наблюдает. По этому поводу уже Эйнштейн успел высказаться. Он говорит, он спрашивал того же Шрёдингера. Слушай, брат Шрёдингер, скажи, а если мы Луну не наблюдаем, так она в это время существует или нет? Да? Каверзный вопрос. А на ответ не был получен. Вот понимаете? А люди в массе своей доверяют, великие ученые. Флёр. Понимаете? Даже не великие, а просто вот вышел, доктор наук, вот я, да? Всё, значит, что я сказал истинно, да? Для тех, кто не является даже кандидатами философских наук. Неправильно. Это логическая ошибка, называется довод к авторитету. Он выдающийся, поэтому всё, что он говорит, всё истинно. Может, я вообще только брежу, так сказать, наяву, а не во сне. Легко. Можно, знаете, вот сколько докторов философских наук, столько и мнений по некоторому поводу. Вы знаете, какой плюрализм страшный мнений, вот, до этого не было. Всё-таки побаивались у нас. Вы ставили себя субъективными, объективными идеалистами. И вот тут где истина. А если истина потеряна, то тут вспоминаем Максима Горького, знаменитый диалог актёра в знаменитом произведении «На дне». Господа, если к правде святой, правду с истиной всё время отождествляет, это тоже не одно и то же. Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. У нас сейчас любителей навеет человечеству сон золотой больше, чем достаточно. И в нашем Отечестве тоже такие. И они их выпускают на телевидение, пусть спят ребята. Как говорил, вот тут я сошлюсь на авторитете Льва Николаевича Толстого, который в одном из писем своей корреспонденткой Корсавина такая была, ну, малоизвестная дама. Он написал следующее. «Сила правительства держится на невежести народа, и оно, правительство, знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам это понять», пишет. До сих пор мы это не поняли. Хотя Толстой писал о царском, конечно, правительстве, как вы понимаете. А это относится к любому правительству. К любому правительству. Неважно, как оно всё получается, демократическое. То же самое. Да, да, да. Хотя наше социалистическое вроде так за просвещение у нас всё-таки было. Мы за истину боролись. Боролись как-то. Боролись. Но некоторые издержки тоже были, конечно. Вот. Так вот, тут видите, опять получается. Итак, вера связана диалектически с неверием, по тому же самому поводу. А знание с незнанием. Ну, а как они друг друга подкрепляют? Вот я говорю, даже знание может подкреплять веру, потому что знаешь многое и веришь в то, что ты знаешь всё. Что ты можешь судить и о других областях, где ты не являешься специалистом. Твоя уверенность и вера в то, что ты можешь судить о других областях, где ты не являешься специалистом, основана на твоём знании, действительном знании, владении истины вот в этой области. И ты, как говорят, экстраполируешь, переносишь. Это уверенность в том, что ты вообще там человек умный, и поэтому ты можешь судить о чём угодно. Да. А болеть, ну, болеть, да. Да. Хотя у доктора философских наук эстетика – философская дисциплина, а этика – философская дисциплина. Поэтому и об искусстве тоже, да. Я тут выступал уже с критикой поставангардизма в искусстве, да, сужу. А там я специалистом не являюсь, да. Но специалист иногда такое, вот да. Но есть критерии, да. Опять же, критерии истины в искусстве. Но это отдельный разговор. А где нет критик, там вера заменяет. Где нет знания чёткого, твёрдого. И когда отрицается вот критерий истины в искусстве. Там вера. А вера на чём? В искусстве и не только в искусстве. Где угодно. На чём держится? Вот великое произведение Ганса Христиана Андерсона. Философское. У него все сказки философские. Вот это новый наряд короля. Ну, вот. Все восхищались там, эти жулики делали. Из невидимых якобы нити, невидимых для дурачков. Дурак не увидит. Умный видит. И когда король голый абсолютно вышел перед народом. Весь народ уже знал заранее эту. Да. И стал кричать. Вот какой наряд у короля. В чём величие-то? Потому что мы всё время вот. Весь народ попадается на эту удочку. Все говорят, какой великий наряд у короля. Ну, значит, я должен кричать. Иначе дурачков же проснул. Правильно. Какой он умный. Вот вы не слышали. Вот один сказал какой-то там, что мысль материальна. Сейчас это везде повторяют. Сегодня по радио выступала любимая моя актриса. Вдруг Цыплякова, Лена. И вот она вдруг. Ну, как доказала наука, уже окончательно она говорит. Вступление. Ну, это ничего. Мысль материальна. Поэтому там не надо что-нибудь высказывать такое нехорошее. А то это сразу и воплотится. Как хорошо-то, да? Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Да и нарисовать не надо. Скажем просто. Да будет дом и станет дом, да? Так что ли? Мысль мгновенно материально материализуется. Ну, вот такие вот штучки, понимаете? Ну, вот по поводу того, что мысль материальна. Есть материальные основания, конечно. А вот тут отождествлять материально-идеально нет никаких оснований. Так же, как нельзя ощущение часов. Да? И сами часы отождествлять. Это то и то же. И вот на этом-то, на отождествлении, замешано много субъективного идеализма. Вот. И вот тут вот знания, незнания и вера начинается. Вот, я говорю, этот голый наряд. Голый король там, да? Новый наряд короля. И вот тут начинается, вот, конечно, большинство из нас вынуждены доверять. Все абсолютно, не большинство, все доверять чему-то, где мы не являемся специалистом. Да. Вот они, наверное, разбираются. Они уже там годами изучали. Значит, им можно доверить. Все в порядке. Но вокруг столько у нас жуликов, шулеров. Мне тут пять жуликов сегодня только звонили. Кошмар какой-то. Не отбиться. Я уже там ставлю, даже вот так, на уровне, как говорится, бытовом. А на уровне, так сказать, мировом. Ох, жуликов там. И в политике. И в экономике. И где угодно. Вот мы не в экономике, мало чего понимаем, да? Нам такого могут наговорить. И мы поверим. Потому что мы не понимаем, да? Вот. Ну, значит, наверное, тут истина. Мы верим, мы доверяем. А у нас другого пути нет. Другого пути нет, да? Вот. Ну, и вера, конечно, она, кстати, я не хочу веру там подвергать осмеянию какому-то ни в коем случае. Верующие вера, даже религиозно, имеет и позитивный момент, когда другого нет. Верующие, кстати, это тоже уже проходили, там пройденные все этапы развития и мысли тоже. Давид Юм, английский философ, агностик и скептик, он говорил, суеверие и веря овладевают теми людьми, у которых жизнь подчинена множеству всяких непредсказуемостей, случайностей. А на фронте то ли тебя ранят, то ли не ранят. От чего это зависит? Ты не можешь никак это предотвратить. Не можешь. Тебя нет. И вот когда ты не можешь предотвратить или предугадать, то ты волей-неволей, хватаясь за последнюю соломую квоту веру. Все-таки это как-то человека держит на поверхности, иначе просто его обуяет ужас. И не только религиозную веру, а вот на фронте как не верить и у нас сейчас. Если люди, которые воюют, они не верят в то, что они делают правое дело, и что это действительно и победа будет за нами, они воевать не могут. Как-то рисковать жизнью, самым дорогим, что у тебя есть, оставлять своих детей без отца. И ради чего? Если это вообще то, что мы воеваем, это чушь какая-то. Это не для нас. Не для нас, да? Нет, так человек не может жить. Особенно вот в этих экстремальных условиях. Так что он должен просто верить. Иногда без знания. Он не может это аргументировать, доказать. Вы знаете, у нас тут вот споры, это тут в этой аудитории были, помните, с нашими молодыми товарищами, которые от нас ушли, тут из нашей партии, да? Когда мы по этому поводу, что у нас такое специальная военная операция, и стоит ли нам тут, да, вот, какое отношение, да? Ребята, значит, вот говорят, ну, это вот война неправедная, и все, и мы должны, все. Ну, что должны? Сдаться, что ли? Что мы должны? Отступить должны? Отдать? Вот. Так нас будут громить и расчленять. Это абсолютно точно, что у них планы были такие. Нас расчленить. Вот. То есть, вот, понимаете, вот тоже неверие, как оборотная сторона веры, да, противоположность веры от того же отталкивается, да, связано иногда с незнанием или непониманием, ну, это тоже незнание, непонимание, да, чего-то, да, важного, сущностного. И тут раз, и мы даем промашку, когда мы не понимаем и не знаем. А веры-то у нас нету, мы недоверчивые люди, поэтому мы часто, вот, есть же такие профессиональные скептики, я, кстати, тоже к ним отношусь. Вот, когда я моим слушателям говорю, у меня нет авторитетов. У меня нет авторитетов. Я ни на кого не молюсь слепо. Нет авторитетов. Когда я ушел от веры, в детстве еще, нет у меня никаких авторитетов. Нет. И никого ошибаться может. И Лев Николаевич, и Владимир Ильич, и Карл Маркс, не говоря о других авторах, да, и ошибались, действительно. Меня вот часто, когда я иду в беседу с стримом, молодежи спрашивают там, были ли ошибки? Были. Но они были, так скажем, ну вот, несущественные, да. И поэтому отвергать марксизм за то, что Маркс, скажем, и Энгельс сделали ошибки, или Ленин отдали Энгельс, отвергать полностью, нет никаких оснований. В целом они создали истинное учение, которое на практике подтверждается еще и сейчас. И вот тут, конечно, много, я говорил, однокоренных слов. Без уверенности в том, что ты достигнешь результата, даже рыбу нельзя ловить. Не говоря уже о более серьезных вещах. Должна быть уверенность. То есть вот, вера, ты, может, всего не знаешь, какой клев сейчас будет там, ты не знаешь, да, сколько там рыб, вот, ты не знаешь. Ну, ты веришь, что ты поймаешь рыбку. А если ты не веришь, то что ты сюда пришел? Веришь, ты не знаешь, но веришь. Что тут? Противоречия между верой и знанием нет. Как видите, противоречия нет. Но если ты точно не знаешь, что тут никакой рыбы нет и не может быть, что вода отравлена, и при этом бросаешь удочку, то у тебя что-то не в порядке с головой. Так же, как и в более серьезных вещах. Если ты абсолютно знаешь, что это гибельная ситуация, то туда лезешь, да, и ничего ты тут не припятешь, а только голову потеряешь. Ну вот. Так что вот здесь такая игра. Или вот, я говорю, что вера может спасать. Конечно, часто спасает. Ну и вот, например, в медицине известный эффект плацебо. Пустая таблеточка. Там ничего нет. Вот посмотрите, у меня жена, врач высшей категории. Она не понаслышке это все знает. Она сама участвовала в многих экспериментах. Дает группе испытуемых, да, делит их пополам, большая группа. Одным дает от того же заболевания, они все говорят, настоящее лекарство, другим дает пустую таблетку, говорят, что это настоящее сильное лекарство. Всем говорят, мы вам лекарство, но одно раздают из одной коробочки, а то есть из другой коробочки. Это тоже самое, коробочки одинаковые. Обман такой, да? Так вот, эффект от плацебо такой же, как эффект от настоящего лекарства. Такой же процент выздоравливающий. Понимаете, что делать-то? Это что? Это когда вот мы… Я материалист. Как говорится, не сойти мне с этого места. Но я не метафизический материалист. Сознание, безусловно, во многих наших делах является первичным. Оно не материально, но оно является первичным. Оно организует наши материальные действия. Вот это всё вокруг нас, это воплощённое сознание. Не говоря уже о исторических наших. Ну, что можно воплотить? Можно воплотить только истинное знание. А истинное знание – это адекватная, отражённая, объективная реальность, материя. И тут мы убеждаемся, что материальное – это первичное. А веру слепую, не основанную на знании и на истине, воплотить нельзя. И тут она терпит ущерб. А вот не терпит. Вот вы знаете, сколько поколений людей, да, а вот попадает в экстремальную ситуацию, начинает верить. Вот сейчас я смотрю с удивлением, с некоторым молодые ребята со мной едут. Я недалеко от Исаакиевского собора живу. Вот транспорт огибает, Исаакиевский собор. Я в троллейбусе. Девушки, молодые девчонки, совсем юные. Первый курс, что ли, или школьницы старше, крестятся. Когда там женщины уже более-менее пожилые, ну, ладно, извините, конечно, да. Вот, а когда девчонки, думаю, господи, господи, сказал, видите, как это сидит. Я там, я сказал, господи, видите, боже мой, вот эти все даже, вот это, вот все въелось, никуда не денешься. И это сознание тоже влияет на вытие, подкрепляет вот этих. Значит, им вот тяжело жить в чем-то, вот, понимаете, когда растет неуверенность завтрашнем дне, возрастает слепая вера, подкрепляется. Может быть религиозная, а может не религиозная. Просто человек себя начинает настроить. А я, вот есть люди железные по характеру, они многое выносят, он говорит, нет, надо драться, надо выстоять, и судьба ответит, да. Любимая моя песня, кстати, в юности была такая песня. Надо драться, надо выстоять, понимаете, а не складывать. Это что, это же уверенность, ты не знаешь, ответит ли судьба, да. Выиграешь ты или не выиграешь, у тебя, ну, уверенности в этом нет. Но ты уверен в том, что, если ты не уверен, что ты все-таки можешь победить, должен победить, неизвестно, победишь ли мне, лучше и не ввязываться, да, тогда. Или такой человек всегда проиграет. Ну, с высоты прожитых лет я вижу вот множество. Выбор, как говорят, социологи не репрезентативный. Друзья, приятели, знакомые, великое множество людей, моих каких-то учеников, да, тысячи людей. Вот сколько раз я наблюдал, когда люди начинают опускать крылья, теряют уверенность, веру эту теряют. Ничего не получится, конечно, невозможно. Ничего одолеть. Ни болезни, конечно, вот как говорят врачи-то. Если больной потерял веру в то, что он выздоровеет, его можно не лечить уже. Все. Готовь место на кладбище для этого больного. Так что вера – великая вещь. Но вера может и убить, да, конечно, убить. И такие вещи, обратный вариант – плацебо. Множество таких случаев в действительности было, но знаменитые анекдоты из древнегреческого мира еще нам доносят. Все уже было. Я говорю, мы живем коротко и забываем, что было, что проходили. Решение было найдено, а забыли заново решаем ту же задачу. Так вот, 10 человек приговорили в Греции к смертной казни за какие-то прегрешения. Ну, царь повелел экзекутору, говорит, слушай, ты вот этого поставь последним, десятом, заставь их пить чашу с вином, да, или с чем-то там они пили с ядом цикута подмешанным, да, подряд. А этому яд в вино не подмешивает. Это известная история. Говорят, что действительно так было, но были аналогичные случаи. И вот пусть он испытает страх смерти, 9 раз испытает страх смерти, вот это будет ему наказание. Но убивать его не надо. И вот друг за другом выпивает. Первый выпил, упал замертво. Первый выпил, упал замертво. Дошло до этого, 10-го он убивает, падает замертво. Подбегает экзекутор, пульса нет. Царь, присутствующий на этом, грозно поднимается с стула и говорит, ты как, экзекутор, как ты посмел ослушаться, ты ему налил все-таки в чашу яда, тогда экзекутор берет из мертвой руки чашу, это там еще несколько капель осталось, но там достаточно, и выпивает. Он говорит, ничего я не примешиваю. То есть, сознание того, что он выпьет и умрет, его убило. Вот обратное воздействие сознания на бытие. А, конечно, твердолобый такой метафизический материализм, который только и знает, что говорит, бытие определяет сознание. Сознание тоже определяет бытие, безусловно. Но в конечном счете, вот бытие-то, да, сознание, которое владеет истиной, а истина – отражение бытия адекватное. Вот в этом и, так сказать, такая штучка-то замешана, которую многие не видят. Особенно не специалисты, уж если философы не видят, баститы и философы, которые это все пропускали, то уж чего говорить о человеке нефилософского. Ну, я чувствую, что мое время истекло. А я был уверен, что я справлюсь. А иначе бы и не начинал. Да не справлюсь тогда. Вот. Ну, я, в общем-то, сказал все. Но вот еще один момент, еще одну притчу все-таки вам расскажу, которая с этим связана. Как связана, вот, вера, знание и уверенность и неуверенность слова, связанные с верой. Как-то говорят опять притча о Пифагоре, знаменитом философе математики, который ввел в мир нумерологии, до сих пор считаются некоторые числа хорошими, хорошими, а некоторые нехорошими, с легкой руки Пифагора. Ну, и сейчас не о нумерологии Пифагора. А как-то к нему подошел ученик и стал очередной раз восчищаться мудростью Пифагора. Сколько ты знаешь. Я, наверное, никогда не достигну такого знания. Ну, Пифагор, как действительно мудрый человек, был достаточно скромным. И он говорит, слушай, ты знаешь, хватит, надоело это лезть, эти лестные такие слова слушать. Ты знаешь, да, я знаю гораздо больше тебя, но в силу этого я и не знаю гораздо больше, чем ты. Ученик не понял, как так? Ты знаешь больше меня и в силу этого, и не знаешь больше, чем я. Тогда Пифагор начертил на песке два круга. Большой и маленький. Вот это то, что знаю я, большой круг. А это то, что знаешь ты. Как видишь, область соприкосновения моего знания с непознанным, вне круга, гораздо обширнее, чем твою. От чего зависит уверенность человека в себе, в своих силах? От уровня знания? А как раз от уровня не знания. Маленький, не знает ничего, он абсолютно уверен, самоуверенный человек. А очень много знает, не знает много, а начинает сомневаться. Сомнение – это вот как раз промежуток между верой и знанием. И сомнение Декарт вообще считал это признаком вообще существования человека, и основой даже существования. Он говорит, можно сомневаться в чем угодно. Декарт писал, можно сомневаться в чем угодно. В том, что ты существуешь, можно сомневаться. Сейчас многие уже сомневаются, что не существуют, а то, как кажется. Но в чем нельзя сомневаться? А в том, что ты сомневаешься. Нельзя сомневаться. Видите, какой хитрый ход. Нельзя сомневаться в том, что ты сомневаешься. Принцип радикального сомнения, так называемый Декарт. Нельзя мыслить, что ты не мыслишь дальше. А сомнение есть мышление. Тот, кто не сомневается, он не мыслит вообще. Он это как машина, да, воспроизводит информацию заложенную. Может там умножать, делить. Интегралы какие-то вычислять. Машина, но это не мышление. Сомнение. Вот где есть сомнение, нет сомнений. А для машины сомнение – это ошибка для искусственного интеллекта. Где он может сомневаться. Так, значит, нельзя мыслить. Отсюда знаменитое Декартовское. Когето эрго сум. Он все на латыни писал. Мыслю следно существую. То есть, субъективный идеализм. Мысли следно существует в чистом виде. Хотя он там вот на всякого великого довольно простоты. Именно на всякого мудреца. Он действительно был гениально одаренным человеком, ученым во многих областях науки и даже техники. Но вот колебался между субъективным и эффективным идеализмом в размышлениях об истине и как ее добывать. Но я об этом уже не буду говорить. Поэтому он, с одной стороны, в области естествознания, где он много преуспел, он Бога туда не включал. А с другой стороны, он как бы немножко перефразировал товарища Платона и сказал, что все наше знание заключено в шишковидной железе, где-то в мозгу. Сам нашел, трепанировал черепа. Нашел шишковидную, черепа умерших, конечно, людей. Шишковидную железу вот там. Вот там все знание о сущности всего мира. И мы только при помощи интуиции выуживаем оттуда это знание и сопоставляем с нашими чувствами. Скажем, вот видим какой-то предмет. И вот выуживаем, выуживаем, выуживаем сущность корова. Сопоставили. Нет, это не корова. Потом, а, часы. Вот как мы познаем мир. Это с точки зрения. Друзья Декарта, он был настоящий мужик, он воевал наемником, прошел там огневоды. За бутылкой вина хорошего, бургундского. А они говорят, слушай, Рене, откуда там взялись-то вот эти врожденные-то идеи-то, вот это о сущности. У человека в этой Шишковидной откуда? Он говорит, да как, откуда? Бог туда их поместил. Ну, приехали, как говорится. От Бога никуда не делись. Вот, понимаете. Великое знание и тут, а это же вера уже. Он же не мог это доказать. Бог. Ну, значит, вера. Все. Ну, на этом, уважаемые товарищи, тема необычайно объемная, поэтому я заканчиваю. Тут уже вопросы в письменном виде поступили даже. Есть и вопрос, и записавшись на наступление. Вопрос. Дайте краткое определение. Вера – это, знание – это. Ну, я говорил, да, короче, Склифосовский, как в этом фильме. Я говорил, вера, вот такое синтетическое определение, это принятие некого положения, целой концепции, как истиной. Без доказательства. Вот принимая это как истину. Без доказательства. Ну, это вот один из вариантов поделения. Знания – это такие наши суждения, которые мы на практике проверили, удостоверились в их истинности. То есть, знание должно быть всегда истинным. Знание – это адекватное отражение объективной реальности или, представьте себе, даже субъективной реальности. То есть, наше сознание отражает сознание другого человека, когда мы читаем. Вот читаем Льва Николаевича Толстого, да? Мы знакомимся с его мыслями. Посредник – объективная реальность. Без этого никуда не денешься. Но мысли-то его – это субъективная реальность, они тут зафиксированы. Вот идет дешифровка. Обнаружение. Спасибо ей за писавшись на выступление. Товарищ Ильюк, пожалуйста. Уважаемые товарищи, я думаю, нужно поблагодарить Владимира Петровича за содержательную лекцию. Все очень хорошо, все очень интересно. У меня есть несколько моментов, которые я бы хотел отметить. Во-первых, по поводу ошибок Маркса Энгельса. Ну, конечно, Маркс Энгельс и Ленин тоже могли ошибаться, потому что они люди. Люди ошибаются. Но почему они во многом оказались правы, в большей части своих мыслей они оказались правы? Потому что они пользовались научным методом. Диалектикоматериалистический метод Маркса Энгельса, который был именно разработан, ошибаться не может. Люди могут ошибаться, а метод ошибаться не может, потому что это научный метод. Если его последовательно применять, то, конечно, мы придем к истинному пониманию многих вещей. Во-вторых, также хочу отметить, очень хорошая аналогия была со сказкой Ганса Христиана Андерсона, где был приведен пример с Голым королем. Я другую хочу сказку привести. Это наш советский писатель Самуил Яковлевич Маршак. Сказка «12 месяцев». Я думаю, все смотрели этот замечательный фильм. Да, я лично Новый год не могу представить без этого фильма. Очень люблю. 11 месяцев там. Вот королевский канцлер выходит к народу. И помните, что он говорит? «Кто отрицать посмеет, что ласточка летит, что травка зеленеет, что солнышко блестит. В лесу цветет подснежек, а не метель метет. И тот из вас мятежник, кто скажет, не цветет». То есть, все переворачивается с ног на голову. Ученый человек, который говорит, что зимой подснежники не цветут, оказывается, в глазах публики глупцом. А те, кто говорят, что зимой можно нарвать корзину подснежников, это оказывается и великими учеными. Ну, то есть, проповедниками официальной идеологии. И третий момент я также хотел отметить по поводу, сейчас скажу, соотношения веры и знания. Не все, что логично, то истина. Возьмем, например, мифы Древней Греции. Не Древние Греции, а вообще все мифы. Они ведь внутри себя логичны. А почему они внутри себя? Но они не истинны. Нет же никакого Зевса, никакого Перуна, понятное дело. Но почему они внутри себя логичны? Потому что за ними стоят объективные законы природы, за этими мифами. И эти законы природы, которые отразились в сознании тогдашнего населения, они приняли форму мифов и придали этим мифам логичность. Потом мы уже поняли, что там молния никакой громовержисти не посылает. И когда мы уже сняли это покрывало мифов, через науку познали объективные законы природы, тогда мы их критически переосмыслили и поняли, что их логичность на самом деле это логичность природы, которая подчиняется научным законам. Также возьмем частный случай мифов астрологию. Астрология, она внутри себя логична, но она не истинна. Ну а почему она астрология? Не истина. Не истина, вот. А почему? Потому что, ну кто верит в гороскопы? Многие сейчас распространяются верой в гороскопы. Понятно, что связи между звездами и человеческим характером быть не может. Но с другой стороны, возможно, есть какая-то научно объяснимая связь между датой рождения и характером человека. Почему человек родился вперед с таким характером, а вот человек, вы так не считаете? У меня есть целый ряд фактов научных. Ну ладно. Заключительное слово. Хорошо, ну я просто хотел сказать, что возможно есть, я опять-таки не утверждаю это, просто может быть научное объяснение там есть. Все, что я хотел сказать. Да? Спасибо тогда. Владимир Петрович, заключительное слово. Ну, заключительное слово. Не могу не отметить по поводу все-таки астрологии, которая так любима нашим народом тоже, тоже области верования. Я всегда привожу такой пример интересный. Если ваше созвездие, ну, предположим, Рака или Скорпиона на следующей неделе, данные объективной астрономии, да, пересекается, видимо, пересекает, вот ваше созвездие пересекается движением планеты Венера, то что это вам подвещает, вот Скорпиона, а? Что он сделает, а? Не могу сказать, возможно, любовь. Да, вот, конечно, любовь. А почему? Любовь, не любовь, но что-то венерическое обязательно. Извините за такую скабрезную шутку отчасти. Ну, вот, а почему? А потому что Венера, планета, Венера богини любви. А при чем тут планета Венера? А потому что она так названа. Значит, кто-то вначале создал миф, вот вы о мифах говорили, где, значит, Венера, да, вот именно это имя закреплено за богиней любви. И могла она быть не Венерой там, ну, не Мегерой, конечно, а какой-нибудь еще там, да? Дианой, скажем. Ну, Диана тоже уже разданы имена, но Лаурой. В отдельных случаях и Мегера бывает, да? Да, Лаурой, да. Вместо Венеры попадется Мегера совсем плохо. Ну, вот, значит, кто-то назвал богиню любви этим именем. Потом кто-то другой поместил совершенно, ну, произвольно, случайно, как и название богини Венеры, да, любви, поместил это имя, вот, присоединил к планете. Хотя, как мы сейчас знаем, по данным объективам там никакой любви на этой Венере быть не может. Жуткая, жуткая совершенно планета. Вот. Но поместил. А потом кто-то третий начинает считывать. Это условное, как безусловное, понимаете? Совершенно условное название. Ну, это так же, как в мифологии, понимаете? Можно, конечно, миф представить, как зашифрованное, да, алгоритмы действия природы, да, вот так. Вот в таких названиях, Зевс, там, Громовержец, там, еще что-то. А на самом-то деле все проще. Это не природа. Мифы, они отражают, что вот по мифам Древней Греции мы быт можем изучать древних греков самим. Они приписали своим богам все те характеристики, которые им были присущи. Вот, вы знаете, там, боги там что-то изменяют, там, мужьям, женам, да. Какие-то внебрачные дети у них появляются, полубоги. Это все, то есть, приписали. Мы можем быть. Интересно тогда знать, как появился миф о рождении Минотавра. Ну, это, так сказать, превращенное какое-то, да. Вот, вы знаете, вот у меня, например, жена, серьезный человек, врач, я как уже сказал, она абсолютно уверена, уверена, она верит в это, да, но доказать она не может, что, скажем, все вот сказки о драконах, они свидетельствуют о том, у всех народов есть какие-то сказки о драконах, вы знаете, да, каких-то, что люди древние встречались с динозаврами. Хотя синтетическая теория эволюции, значит, и популяционная генетика против такого утверждения, да. Да вот встречались, а откуда они такое придумали, да. Вот. Ну, вот, понимаете, это гипертрофированное просто что-то, да, вот с Минотавром тоже, да. Что-то гипертрофированное, что было, но не такое, да. Ну, вот, еще более ужасное, там, там, придумывают, там, огнедышащее, там, трехголовое, там, одна голова есть, но никто ничего не придумал, даже в горячем блюде. Самый сумасшедший человек, вот, знаете, рисунки сумасшедших рассматривает, иногда великолепные рисунки, говорят, а иногда просто не сумасшедших, выдают за гениев, потому что они такое рисовали. Что-то сумасшедшее не изобразит. Но никакой художник не изобретет, что-нибудь такое, что вообще никому, никогда, нигде не встречалось. Всегда что-то, ну, видоизмененное. Всегда? Да. Спасибо, Владимир Петрович, на этом лече у нас заканчивается. Вот. Объявление. Тема следующего занятия. Встречается мы в четверг. Это будет у нас 21 марта. Итоги выборов президента России и задачи сознательных пролетариев. Занятие ведет первый секретарь ЦК РКРП Степан Сергеевич Малецов. Звучит и финансов. ЦК РКРП Степан Сергеевич Малецов. Субтитры создавал DimaTorzok